Приходите еще, очень рады. Левон, кстати, неоднократно жертвовал Фонд развития культурных инициатив Дмитрия Боголюбова. Любой желающий могут сделать пожертвования на сайте фондкульт.ру в разделе реквизиты. Можно найти реквизит и сделать пожертвования. Очень благодарны вашим пожертвованиям. Они как раз идут на развитие нашего цикла культурных концертных программ. Поэтому большое спасибо, Левон, тебе за поддержку. Давайте ему еще раз поаплодируем. Андрей Черков приглашается на эту сцену. Но прежде, пока Андрей Черков выходит на эту сцену, я бы хотел немножко слов сказать об этом человеке. Я вообще являюсь председателем Главинского района политической ячейки «Справедливая Россия» политической партии. И являюсь, так скажем, коллегой сына Андрея Максима Черкова. Это, кстати, очень известный экономист. Он часто мелькает на телевидении тоже. И мой коллега Максим Черков познакомил меня со своим отцом. А Андрей Черков – это уникальная личность. Это человек, который автор публикаций, книг, писатель о беге. Дело в том, что это человек, как это сказать правильно, бегун, экстремал. Да, можно так сказать. И очень тоже знаменитая личность. Пробежал, может, полземного шара. Два с половиной. Два с половиной, говорит. Извините, меня поправили, оказывается. Ну, сейчас еще два слова себе сам скажет. Я с удовольствием представляю слово Андрею Черкову под ваши аплодисменты. Спасибо. Спасибо. Я лучше не о себе, я лучше вот скажу о ракторе предыдущем. Дело в том, что я провожу марафоны в парте Горького. И Пекалов всегда там исполняет свои музыкальные произведения, песни. У нас шесть часов с половиной идет этот марафон, бегут люди. И он все эти шесть часов, он, так что это вот в дополнение к этим вот его подвигам все в метро, а вот еще партию культуры воздуха перед Горького. В этот раз будет вот 31 августа. Спасибо. А я, если можно, вы знаете, у меня вот, честно говоря, это я первый раз в жизни буду вот со сцены читать стихи. Я, а мне уже 80 лет, вот. И вы знаете, я просто вот недавно как-то вот, ну, стал вот читать, ну, передайпадом английских и американских поэтов. Причем, вот я это делаю на русском и английском языке. И вот если не о скандале, то вы это услышите. Если позволите, вот я Шекспира возьму монолог «Быть или не быть». Причем, вы знаете, на русский язык я его сам перевел, это 167-й вариант перевода. «Быть или не быть». Вот в чем вопрос. Что благороднее? Смириться с ударами неистовой судьбы? Или против моря невзгод вооружиться? И в бой вступить? И все покончить разом? Умирить, уснуть? И только. И взирать, как сон врачу сердца, раны, которые в наследии бедной плоти достаются. О, но это столь желанный конец. Да, умереть, уснуть и в мире грез парить. Однако не встыковка. Какие грезы в этом мертвом сне пред духом бестелесном реить будут? Вот и загадка. И первопричина, что скорби долговечны на земле. А то, кто стал терпеть бухоношение, насмешки ближних, дерзкие обиды тиранов? Ну, ладно, тогда я перейду лошь на английский. To be or not to be? That is the question. Whether it is nobling the mind to suffer the slings and arrows of outrageous fortune or to take harms against the sea of trouble and by opposing them down to die, to sleep, no more. And by sleep to say when the heart aches and the thousands of natural shocks the flesh is here to. This is the consummation devoutly to be wished. To die, to sleep, to sleep. Perchance to dream over the river of, or in the sleep of death, what dreams may come when we have shuffled off the motral coil. Must give us force. There is the respect that makes calamity of so long life. For who would bear the weeps and scorns of time, oppressor's wrong, the proud man's cantamely, the pens of despised love, the lost delay, the incense of offit, and the sperms that patient merit of the unversed things? When he himself might, his quietest might with a bare body, who would this fuddle bear to grant and sweet under the very life, but the dead dread of something after death? The undiscovered country from who's born? No traveler returns, puzzles, the will, and makes us rather bear the use we have than apply to others that we know not of. Thus conscience does make courage of us all, and thus the native view of resolution is sickled over the pale crust of thoughts, and in the apprises of great peace and movement, with that regard, their courage turns to the right and lose the name of action. Браво! Браво, браво, браво! Подождите, не уходите. Секундочку, прошу вас, вернитесь на эту сцену. Я награждаю вас грамотой. Макдрий Черков награждается грамотой за участие в музыкально-поэтической гостиной Павла Пикалова под ваши бурные аплодисменты! АПЛОДИСМЕНТЫ!